Это происшествие на ОТВ в студии Елизавета Болдрева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Газовым баллоном в лицо, то есть в правую часть лица, то есть и по руке. Таксист брызнул из газового баллончика в пассажира. Стоим уже с 9 часов утра, обрыв контактного провода. Грузовик порвал провода и парализовал движение общественного транспорта. Они здесь не только просто ходят, они и бегают. Юные велосипедисты забрались на крышу недостроя. Житель Челябинска жалуется на водителя такси. Уверяет, перевозчик брызнул ему в лицо из газового баллончика и после этого уехал. А все якобы из-за того, что возникли проблемы с безналичной оплатой поездки. Струя пошла сверху вниз от глаза, от правого и по правой руке. То есть вот оно прошло вот так, потому что правая рука у меня потом горела, это идет ожог. Виктор Калиновский пострадавший, по крайней мере, таковым себя считает. Рассказывает, поездку в такси запомнит на всю жизнь. Вызвал машину через приложение, чтобы поехать в садик за ребенком. Рассчитаться хотел безналичным способом. Однако средств на карте не хватило. Тогда мужчина решил поменять карту на ту, где лежат деньги. Не вышло. Налички с собой тоже не было, так что Челябинец решил отказаться от поездки. В этот момент он уже был в такси и проехал одну остановку. Решил остановиться и выйти из автомобиля. Прошел какое-то время, водитель меня догнал. Покрыл мне цензурной бранью. Сел обратно в автомобиль, поехал дальше. Через какое-то время он опять меня догнал. Подошел ко мне вплотную. Мы с ним переговорили. Он попросил мне съездить с ним до банкомата, снять ему ту сумму, которую надо. 79 рублей именно столько стоила поездка в несколько метров, рассказывает Виктор. Однако платить он все равно отказался. Тогда водитель якобы брызнул из газового баллончика в лицо пассажиру, а потом уехал. Оправившись от шока, Челябинец купил молока и соды. Промыл лицо. В полицию не обращался, но позвонил в техподдержку такси. Там извинились и предложили две бесплатные поездки. Мы тоже отправили запрос в такси, но нам ответ так и не пришел. По словам Виктора, в тот же день он связался с таксистом по телефону, но тот заявил, что извиняться не будет. В ответ на наши вопросы мужчина и вовсе заявил, что ничего о случившемся не знает. Это не я, во-первых. Это вы что-то перепутали. У меня такого не было, ни разу. Мне некогда, я за рулем. Клиент таксист заверил, больше пользоваться услугами именно этого перевозчика не будет. Боится за себя и своих близких. Эльвира Хафизова, Александр Рязанцев, ОТВ. Продолжаем тему дорожных ЧП. Смертельная авария в Магнитогорске. Легковушка столкнулась с грузовиком. А в центре Челябинска на улице Худякова перевернулся автомобиль пострадавших четверо. Все подробности в материале. Кадры не для слабонервных. Автомобиль превратился в груду металла. Эта авария произошла в Магнитогорске. 21-летний парень за рулем Лады пошел на обгон. Не успел вернуться на свою полосу и протаранил КамАЗ. Водитель легковушки получил травмы, его забрали медики. А 37-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой. Полицейские выяснили, что водитель ВАЗа только за последний год 12 раз привлекался за нарушение ПДД. Сейчас точные обстоятельства аварии выясняются. А это ДТП на улице Худякова. Как сообщили автоинспекторы, столкновения не было. По предварительным данным, шофер потерял управление и машина опрокинулась. Сообщается о четверых пострадавших. Увильский район. Трасса Челябинск-Троицк. Пенсионер за рулем Вольксвагена на перекрестке не уступил Кии. В итоге столкновение. Затем Вольксваген въехал в полуприцеп, который был на обочине. Водитель немецкой иномарки и пассажиры Кии получили травмы. Их забрали медики. Легковушка загорелась после ДТП на проспекте Победы. По данным МЧС, вызов поступил в 8 утра. Через час пламя ликвидировали. На месте работали 4 автоцисцены. Известно, что травмы получил один человек. А это ДТП произошло на трассе Челябинск-Екатеринбург. Каслинский район. 30-летний водитель Мерседеса превысил скорость и въехал в Рено. После иномарка отлетела в КамАЗ. В результате ДТП водитель и два пассажира Рено получили травмы. Их забрали медики. Точные обстоятельства выясняются. А в Миасе легковушка вылетела с дороги. Жители города предполагают, что водитель объезжал пробку по обочине и неудачно. Добавлю, по этой дороге южноуральцы выезжают с пляжа на Тургайке. Это видео испугало местных жителей. В одной из маршруток челябинцы обнаружили второй выход через дно. Видно, как крутится карданный вал. В салон, по словам пассажиров, попадали выхлопные газы и пыль. В таком автобусе, уверяют южноуральцы, ездить небезопасно. А на выезде из Миаса в сторону Златоуста столкнулись три легковушки. По предварительным данным обошлось без серьезных травм. Тем временем челябинские автоинспекторы напоминают, если в аварии нет пострадавших, то водители обязаны как можно быстрее убрать машины и освободить проезд. Предварительно необходимо зафиксировать положение транспортных средств путем фотофиксации, видеофиксации по отношению друг к другу, а также к объектам инфраструктуры. Зафиксировать следы, имеющие отношение к дорожетранспортному происшествию. В последующем водители могут самостоятельно оформить дорожетранспортное происшествие по Европротоколу. Если водители столкнувшихся машин не освободят дорогу вовремя, их могут оштрафовать на тысячу рублей. Константин Гришенков, Эльвира Хафизова, ОТВ. Утром в Челябинске на Свердловском проспекте остановились трамваи. Причина тому – грузовик. Кузов автомобиля снес провода. Фото сделали очевидцы. Грузовик зацепился за провода. Из-за этого остановились трамваи номер 6, 17, 20 и троллейбусы 7 и 12. Стоим уже с 9 часов утра. Обрыв контактного провода. Проехал КАМАЗ, зацепив пересечение троллейбус на трамвайные пути. Дворец спорта «Юность». По данным прислужбы Челябгет, кузов грузовика ни с того ни с сего поднялся, зацепился за провода и те порвались. На место ЧП выехали специалисты и за 4 часа восстановили движение. Транспорт ходит в обычном режиме. Велосипедисты забрались на крышу, не до строя в Миасе. Жители города предполагают, что экстремалам еще нет 18-ти. Эти кадры жительница Миаса сделала со своего балкона, рассказывает ребятам около 11 лет. Они здесь не только просто ходят, они и бегают. И чтобы залезть на другой уровень, им приходится это делать по краю. Это очень страшно. Если кто-то упадет, то травмы обеспечены. Может даже и летальный исход. В период летнего отдыха отделом МВД России по городу Миасу на постоянной основе проводятся профилактические беседы с подучетными подростками, с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях, которым разъясняются правила личной безопасности, правила поведения на водоемах, ответственные за совершение преступлений и правонарушений. В ходе рейдовых мероприятий проводятся беседы с родителями, которые также должны разъяснять своим несовершеннолетним детям правила личной безопасности при нахождении вне дома. Очередное ЧП на воде. На голубом карьере погиб мужчина. Челябинец хотел прыгнуть в воду, но зацепился за камень и сорвался вниз. Трагедия произошла около 8 часов вечера. По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 42-летний челябинец хотел прыгнуть в карьер, но зацепился ногой за камень. Ударился головой и упал на большие камни с высоты 5 метров. От полученных травм мужчина скончался. Спасатели напоминают, купаться в необорудованных местах нельзя. Еще одно ЧП на озере Смолино. В 30 метрах от берега опрокинулся катамаран, на котором плавали две женщины. Обе упали в воду. Матросы-спасатели вытащили отдыхающих из воды на берег. По некоторым данным, женщины были пьяны. Жительница Златоуста лишилась телефона, когда ходила по магазинам. Девушка забыла трубку в примерочной. Когда вернулась, смартфона уже не было. Оказалось, украли. По словам полицейских, телефон украл вот этот мужчина с ребенком на руках. В магазин пришел с семьей. Телефон стоимостью 13 тысяч стащил, пока супруга примеряла одежду. Полицейскими установлена личность подозреваемого гражданина. Им оказался златоустовец 1990 года рождения, не судимый, не работающий. По данному факту, отделом дознания отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Санкции данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Телефон полицейские изъяли и скоро вернут хозяйке. Полицейские напоминают, если вы нашли чужую вещь, ее нужно вернуть владельцу или передать в полицию. А в Челябинске другая беда. Жители города жалуются на женщин, которые вытаскивают кошельки из карманов. Вот кадры, сделанные в одном из супермаркетов крупной торговой сети. Две женщины забрали сумку у покупателя. Затем незаметно вытащили оттуда кошелек с деньгами, а саму сумку оставили на столе. Как будто так и было. Пользователи сети предполагают, что дамы могли орудовать и в других магазинах. Будьте бдительны и не оставляйте вещи без присмотра. Это все, о чем я успеваю рассказать. Далее программа «Есть вопрос». Сегодня в студии министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. Он расскажет о том, как будут меняться школы и как это повлияет на качество образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова